В далекую Чуманку Баевского района Владимир приехал не от хорошей жизни. Война заставила. Владимир жил в украинском городе Дебальцево, месте наиболее ожесточенных боевых действий украинского конфликта. Другая причина переезда пожилым родителям стала трудно одним. Точнее, отцу. Мать весной умерла. Кутаков, говорит, стала жертвой украинской войны за 4000 километров от нее. Не выдержали нервы переживать за родню, оставшуюся в эпицентре конфликта. Под обстрелами Кутаковы прожили в Дебальцеве около полугода. Чуманку Владимир иногда сравнивает с полуразрушенным Дебальцево. Здесь на улицах тоже никого и вокруг такие же островы, некогда жилых домов. Тут только не бомбят. Это уже все-таки очень много. На этом мемориале в Чуманке памяти погибших в Великой Отечественной около 200 имен. Живых в селе сегодня осталось лишь 40 человек. Только за последний год Чуманку покинуло шесть десятков жителей. И процесс продолжается. Самой деревне уже в пору ставить памятник. Хотя выкосило некогда процветающее село отнюдь не война. Три-четыре года назад весь район даже, можно сказать, завидовал жителям этого села. Потому что они жили там каким-то обособленным, таким, будем говорить, государством, как одной семьей. И сами себя старались обеспечивать продукцией, животноводства. Чуманцам позавидовали еще сильнее, когда сельское хозяйство взялся поднимать крупный инвестор. Изумрудная страна. Но наполеоновским планам сбыться было не суждено. Теперь уже скандальный известный холдинг разорился. Агропредприятие закрылось, оставив без работы и перспектив десятки человек. А затем, как следствие, и Чуманку без жителей. Новосибирец Виктор Чекалин единственный за последний год прибывший в Чуманку. Поселился в деревне он полный надежд и планов, как герой из Простоквашино. Занял пустой брошенный дом. От старых хозяев остались только ветхие надборные постройки, огород и образа на стенах. Но святые, видимо, не помогли ни прошлым обитателям, ни нынешнему. Виктор приехал сюда делать бизнес – выращивать клубнику на продажу. Построил оросительную систему, высадил десятки саженцев. Но пока урожай не радует. Будто проклятие какое-то. Не получится клубничный бизнес, говорит Виктор, уедет обратно в Новосибирск. Даже несмотря на свободный дом, который уже стал своим. Пока есть кому пожаловаться. От чуманской тишины ходят отдыхать к соседям. К ним хотя бы внуки приезжают на выходные. Больше детей в селе нет. Не подскажете, как проехать на Добровку? Чуманская библиотека, клуб и почта расположились в здании бывшей школы. Ее закрыли год назад за ненародностью. Трудоспособного населения чуть больше 10 человек. Остальные – пенсионеры. Теперь и автобусного сообщения с райцентром нет. Рейс закрыли. Добаева, меж тем, 60 километров. Поэтому и предпочитают жители в Чуманку не возвращаться. Уже и в районной администрации поставили на деревне крест. До последнего мы маршрут не закрывали. В связи с тем, что жителям же надо приезжать в райцентр, в больницу и во все службы. Но убыточный, совершенно убыточный. Потому что просто в пустую автобус ездил туда-обратно, три раза в неделю никого не возил. Как бы то печально не было, и я это прекрасно понимаю, восстановить село в тот вид, в каком оно было, к сожалению, нам уже не удастся. Словно деревни Чуманки уже нет. Нет ни указателей, ни других опознавательных знаков. Неизвестно, где она начинается и где она заканчивается. Поэтому ориентироваться приходится по объектам, которые появляются первыми. Это разрушенные коровники и это кладбище. Пожалуй, есть в этом какая-то доля символизма. Чуманцы, коренные и приезжие. Эти символы стараются внимания не обращать, пока есть хоть какая-то жизнь и новые лица. Владимир Кутаков заботится об отце. Виктор Чекалин, возможно, еще попытается наладить единственный в селе бизнес. Жители предпочитают просто заниматься каждый своим делом. Своих дел, в отличие от людей в Чуманке, меньше не становится.